доброе утро дорогие друзья всем доброе добрейшая веселейшая прекраснейшее утро из города москва я сейчас нахожусь в москве и пока же все собираются так отлично все собираются все собрались и значит доброе утро доброе утро татьяна талисман из берабиджана максим перенчук всем доброе доброе утро все мы продолжаем изучать хитас книга хитас по недельным главам из гадича как раз из оля альтер-ребе альтер-ребе написал тания книга основал хаббат и мы как раз можно сказать его во многом последователи потому что тот кто изучает слова и повторяет слова мудрецов древности прошлого то они на небе это чувствуют и пусть его заслуги будут за нас заслуги яга в шатане нас слушает и все мудрецы кого мы упоминаем они там на небе очень нам сильно помогают значит вот тут начинается сегодня 13 хишвана значит большим то он давал тоже уроки не он тоже я тоже даю уроки большим топ вода вроде всем ученикам по талмуду и он вел написано здесь уроки очень глубоко не изучали с комментариями рамбама рифа роша это комментаторы великие которые жили тысячи лет назад и они значит изучали с классическими комментариями талмуд и большим то вдавал глубинные комментарии с точки зрения каббалы хаседута он давал вот чтобы было там более глубокое понимание и что значит он добавлял вот тут написано что написано в талмуде в трактате арахин есть такой трактат и там написано на листе 15 что злоязычие убивает троих написано за слабевая всех троих тот кто придумал сплетню тот кто ее рассказывает и тот кто слушает и на духовном уровне то что но на духовном уровне то что происходит хуже чем физическое убийство добавлял бы большинтов как как это может быть как это понять давайте подумаем вместе вот человек придумывает рассказывает сплетню у меня был недавно встреча одна и один мой знакомый я узнаю уже очень долго для 20 его знаю и вот он интересно что у него очень сильно вот он как как улитка такой да как улитка почему он улитка почему он дошла наш улитка он он говорит я не хочу никуда выходить выезжать я не хочу то есть он очень социопат такой настоящий социопат с людьми не хочет общаться почему потому что он видит в любой возможности потенциальной он видит все ее негативные возможные последствия и когда он эти возможные негативные последствия видит и формулирует для себя и описывает их то он как будто бы их создает и он их как будто бы создает у себя в воображении теперь так как он из-за того что он их создает у себя воображение он не реализовывает свои идеи то получается что его придуманная вот это вот вот это же придумано это знаете на что похоже когда один человек шел на охоту и он идет на охоту такой довольный значит навстречу к нему идет его знакомые и говорит ему ты куда идешь тот говорит я иду на охоту я иду на охоту иду охотиться на медведя второму ли ты что вообще ты хоть думал вообще хоть чуть-чуть хоть думал своего вообще он говорит а что он думал конечно купил ружье купил значит нож вот у меня есть сапоги значит конечно я думал прежде чем идти на охоту баруха то дайной или на мере хором шоколе ведро то там говорит о чем ты думал а ты думал о том что ружье может у тебя заклинить вот и этот эту возможность это предполагал тот говорит нет но это я не думал что все те я ружье это купил хорошем магазине хорошее оружие ну и что бывает что даже самая хорошая ружья заклинивает вред ну ты знаешь пока ты не сказал я прям на это и не думал на эту возможность он ему говорит хорошо но говорит но если же ружье заклинит я же смогу у меня нож есть я тогда на медведя с ножом он говорит ну ты говорит вообще оптимист ака на медведя с ножом а если у тебя нож говорит в ножнах застрянет ты думал об этом. Ты вот такую возможность-то предусмотрел? Тут говорит, честно, мне такого даже в голову не приходило, что после того, как у меня заклинит ружье, что у меня еще и нож в этих самых ножнах застрянет. Ну, говорит, ну, ладно, но если даже нож у меня в ножнах застрянет, тогда уже ладно, я буду убегать тогда от медведя. Буду убегать от медведя, значит, он говорит, ну, убегать ты, убежишь-то от медведя, конечно. А если медведь за тобой побежит? Медведь же бегает быстрее, чем человек. Тот говорит, ну это я вообще у меня Такого у меня даже в голове не было Предположения, что еще я иду на охоту И медведь за мной побежит Говорит, ну я тогда залезу на дерево Прыгну на дерево Он говорит, какое дерево, говорит Ты в степи, нету деревья вокруг Он такой остановился Говорит, слушай, я не пойму, говорит Ты чей друг, мой или медведя Ты за кого вообще в этой ситуации За меня или за медведя Получается, что тот человек Который вроде бы Он называется Семь раз отрежь Семь раз отмерь, один раз отрежь Тише едешь, дальше будешь Кто много смеется Потом много плакать будет Он вроде бы кажется себе Реальным и рассудительным Но получается, что 99% своего времени Он просто занимается фантазированием И пуганием себя и окружающих И получается, что Пообщавшись вот с этим вот Рассудительным социопатом Который себя сделал социопатом Потому что он в каждом человеке Видит вот потенциальные опасности Конечно, после этого с людьми Не хочется общаться То Значит Ну вот Я не могу ничего говорить Я такой способ жизни Я так не живу Я всегда думаю, что будет хорошо Полагаю Я живу по тому, как советовал Шлом Амелых Шлом Амелых говорил Положись на Бога всем своим сердцем А на свою сообразительность И на свою смекалку Не полагайся Положись на Всевышнего Царь Давид говорил Тот, кто полагается на Бога Будет его окружать Хесед Милосердие будет его окружать И Написано, что путь, по которому человек хочет идти Его ведут с неба Да, то же самое Когда человек выдумывает себе какой-то путь Его дальше ведут по этому пути Шлом, Раиса Васильевна Вот, слава Богу У меня в жизни Несмотря на то, что я не выбирал Не продумывал Не считал никогда Вот на ходы вперед Слава Богу, Всевышний Вот Рэбе говорит Думай хорошо и будет хорошо Да, это говорил Последний Рэбе Предпоследний Рэбе И все Рэбе так говорят Теперь давайте вернемся к недельной главе И посмотрим, откуда это все взялось Нам недельные главы Торы Рассказывают корневую систему мира Да, вот эти вот алгоритмы Которые лежат в основе мироздания Значит Мы сейчас находимся в месте В котором недельная глава Вайера В которой рассказывается о том Как ангелы, которым Всевышний поручил Уничтожить вздом Значит там был ангел, которому он получил Поручил уничтожить вздом Был ангел, которому было поручено Спасти Лота И был ангел, которому было поручено Сообщить царе, что у нее будет ребенок Хотя Ей было уже 89 лет Что у нее в 90 лет родится ребенок То есть мы видим, что Всевышний Он обладает Очень Неограниченным потенциалом Возможных вариантов Как в плюс, так и в минус И предусмотреть все эти варианты Невозможно Можно только предусмотреть свое поведение По отношению к Всевышнему и к людям И надеяться, что Всевышний даст хороший результат В общем, люди с дома Я сегодня узнал, кстати, очень интересную вещь Что в основе их Их вот этого вот Ужасного Злобного поведения По отношению к людям И к друг другу В основе их была Вот этих законов Которые они издали Что нельзя заниматься милосердием Нельзя давать милостыню Нельзя помогать путникам Нельзя никого приютить Из прохожих Которые переходят этот город Они издали прям такие законы В основе этого было стремление То есть они знали, что Бог уничтожил мир в потопе За грабеж И они хотели, чтобы все Они просто решили никому ничего не давать То есть они настолько начали Они сделали собственность священной Настолько священной, что запретили человеку даже ее давать То есть, представляете У них было вроде бы побуждение До чего может дойти человеческий ум Который говорит, что Например, фашисты Чтобы стерлась о них память Нацисты, да? Они говорили, что для того Чтобы сделать людям лучше Нужно уничтожить всех больных Ну, евреев То, что они хотели уничтожить Это понятно Это просто сумасшествие, да? Но кроме евреев Они хотели уничтожить всех людей Которые Вот сейчас мир, например Добрый Очень Называются Особенные дети Особенные дети Как все их любят Как все их реально делают добро людям Которые родились с какими-то Не дай бог Недостатками Болезнями И так далее Их называют Особенные дети Фашисты их уничтожали Они считали, что будет добром для мира И для людей Всех, кто сумасшедший У кого есть какие-то Душевные расстройства Уничтожить Да Понимаете, да? То есть, когда даешь человеку На то, чтобы он сам придумал Что такое добро Что такое зло То жители из дома придумали Что добро Это запретить делать добро И это они назвали добро Вот, значит А лот, который жил среди них Но при этом он был из дома Авраама И получается, что лот, который Который Был из дома Авраама Но жил среди них Он должен был каким-то образом Соединить вот эти две системы мировоззрения В которой, с одной стороны Он жил среди полных таких негодяев Да С другой стороны Он знал про Всевышнего Он знал про добро Он знал про законы гостеприимства Ему нужно было как-то эти две идеологии совместить И вот сидит Он сидит И видит он трех Трех путников Трех Вот я не понял Он понял, что это ангел или нет Значит Увидел лот Трех Не написано, кого он увидел Увидел трех, написано Да, и сказал Зайдите Он им сказал так Пожалуйста Он говорит Зайдите, господа мои Зайдите, переночуйте И омойте ноги Поднимитесь рано утром И пойдете своим путем То есть он хотел Сесть на два стула Он хотел, с одной стороны Оказать гостеприимство Как его учил Авраам То есть то, что по божественным законам Добро Помочь путнику Который идет Устал И так далее Пригласить его Помочь Это называется Агмелут Хасадим Воздаяние добром Причем это является Справедливостью Потому что Если Бог тебе дал Что-то И ты веришь Что это то Что у тебя есть Тебе дал Бог То ты должен делиться С другими людьми То есть ты должен Стать как Всевышний И стать Таких же Проявлять качества Как и он И тот, кто верит в Бога Что это Бог ему дал Благополучие Бог ему дал деньги Он естественно Будет делать добро Теперь Лот понимал Что все от Бога Но с другой стороны Он жил Среди жителей С дома И он Им говорит Зайдите тихонечко И утром И утром рано Уходите Чтобы никто Не заметил Что вы у меня Значит Они ему сказали Нет Сказали ему Нет Мы на улице Переночуем И он их Очень упрашивал И они свернули И пришли к нему В дом И он сделал Им Угощение И Значит Написано Мацот Афа Ваехалу И он им Спек Мацот Это было дело В Песах Значит Пришли к нему Двое Да Двое Один уже выполнил Свой Слехут Один выполнил Уже с Ари Он сказал И честно Двое пришли Правильно В общем Уговорил он И Тут жители С дома Откуда сейчас Идет Вот это выражение Что Те кто занимаются Мужеложеством Называются Садамиты Вот как раз Из этого отрывка Мы сейчас дошли К этому месту Написано То есть люди Этого города Люди с дома Они собрались Вокруг дома Лота Написано Минаар Вадзакен От подростка До старика И что они сказали Со всего города Собрались Да Собралась толпа Возле дома Вайкру Элот Позвали они Лота И сказали ему Где вот эти люди Которые пришли К тебе Этой ночью Давай выряди их К нам И познаем мы их Так они сказали Представляете Собирается толпа И говорит Значит Лота Вот к тебе пришли Три путника А ну давай Выводи их Сейчас мы их познаем Можете себе представить Нравы этого города Публично Хотели их изнасиловать Прямо вот Чтоб знали Чтоб знали Как приходить В дом И от подростка До старика То есть Это не было там Что им стыдно Они стесняются Нет Вот такая у них была Прямо Закон По закону Они считали Что это все правильно Они сейчас делают Познаем их Говорят Ну значит Выжал лот К ним Вход И Значит Закрыл за собой дверь И сказал он им Вайомар Аль нахаль тареу Он говорит Братья мои Не делайте зла То есть С одной стороны Он их называет Братьями С другой стороны Он же понимает Что то что они хотят Сделать это зло И он им говорит Братья мои Не делайте зла И дальше Совершенно для меня Эта фраза Непонятная Вообще непонятная фраза Следующий отрывок Он им говорит Ины на Лиш Тейбанот У меня говорит Есть Две дочери Ашерло Яду Иш Значит Которые еще Не познали Не знают Мужчину То есть Две дочери Были Которые еще Не познавшие Мужчину Да Девственниц Они были Я сейчас Их выведу К вам И делайте С ними Как хорошо В ваших глазах Только к этим людям Не делайте Не делайте Ничего не делайте Потому что Зашли они Вступили они Под сень крова моего Значит Вот это Мне непонятно Поступок лота Мне непонятен Пришли Три Человека Пришли К нему Значит Пришли К нему Хорошо Хорошо Даже Два Два Человека И Он говорит Вот мои дочки Возьмите вместо них Я Ну Мне тоже Это непонятно Вот это Мне непонятно Я Блин Эдер Без обеда Я выясню этот вопрос Что говорится По этому поводу В Талмуде Есть разъяснение Там есть глубина В этой Во всей истории Но Это фактически Вот как написано В Торе Так написано Он им это сказал Но Сказали они Вот эти люди Сказали они Ему так Отойди Говорят они ему А ну отойди Пришел тут пожить И судить будешь Значит Обступили они Чтобы выломать дверь Представляете Поэтому и говорят Что с дома Амора Вот смотрят Например И говорят Да у вас тут С дом и Амора Это название этих городов Вот это были у них Нравы такие И это вошло в Человеческую природу И мораль Вот это Мужеложство Называется Садомиты Да Садомиты Я не помню Откуда это было Что садомиты Замучили Да Что вот они Вот так Которые хотят Изнасиловать И у них были Такие нравы Но тут уже Ангелы проявили Свою Сущность Сверхъестественную Сущность Они В лото Ввели обратно В дом А всех ослепили Все люди вокруг дома Они были ослеплены И значит дальше Ангелы с ними разобрались уже И уничтожили этот дом То есть они прямо огнем Сожгли Вышли Все Спасли только лот И две его дочери Спаслись А весь дом Амора Вся эта долина Были уничтожены Всевышним И сейчас там Находится Мертвое море Вот эта долина Где были эти два города Она стала Местом Которое на 500 метров Ниже уровня земли И называется Мертвое море Буквально неделю назад Я может быть даже Найду сейчас После урока Эту статью Что археологи Раскопали там Раскопки И нашли Что действительно В то время Где-то около 4 тысяч лет назад Совершенно Невероятные Высоте температуры Ну ученые говорят Что может это Метеориты Может это Огонь какой-то С неба Ученые Не знают Каким способом Конкретно Всевышний Выжиг Эту всю Площадь Но факт Что в это время Произошло Какое-то Невероятное Сверхъестественное Событие Которое С температурой В этой статье Было написано Там 800 тысяч Градусов Сожгло Всю реальность Да Значит Это Вот Я буквально Неделю-две Назад Видел Что ученые Археологи Нашли Доказательства Того Что Эти Эти слова В Туре Они правда Мы и так знаем Что это правда Но Ученые Нашли доказательства Они сказали Что это был Огонь с неба Здесь написано Что Сейчас Я не помню Это в сегодняшнем Отректе Или нет Полностью Рассказывается Нет Это в завтрашнем Да Полностью Рассказывается Как Всевышний Сжигал Сжигал И там По-моему Сера Гафрит Сера С неба То есть Может это Сера С неба В виде Дождя А может быть Это Огонь Все Дорогие Друзья Вот так Поэтому Не будьте Садомитами Пожалуйста Никого Потому что Видите Всевышний За это Наказывает И Нам тоже Для вас Как бы Ну Слава Богу Что сейчас Есть Праведники Вот мы же Учим Тору Нельзя сказать Что мы Прям сильно Праведники Но в момент Когда мы Учим Тору Значит Мы Праведники Поэтому Всевышний Пообещал Аврааму Что если В городе Есть 50 Праведников Он город Не уничтожит Даже если Есть 10 Праведников И Ну я думаю Что сейчас В любом Городе Есть 10 Праведников Поэтому В принципе Бояться Нам Нечего Но отдельно Мне кажется Что он Садомитов Ну они И так Рано Умирают И не Оставляют Наследство В общем Сейчас В мире Кстати Вот это Вот Вот эта Тема Она Очень Актуальная И пытаются Пытаются Ее узаконить Опять На уровне Общества Да Узаконить Что это Стало Законом Значит Я считаю Что это Большая проблема И прямо Открыто Об этом Говорю Про какую Книгу Светлана Карачева Спрашивает Какую Книгу Напомните Пожалуйста Какая Книга Какая Это Книга Вот Наталья Карачева Я помню Что вчера Я обещал Какую-то Книгу Поискать Но Какую Книгу Я не Помню Какую Книгу Я обещал Поискать Так Не помню Благодарю за урок Не видно Какую книгу В общем Напишите И мы поищем Книгу Если не я Прочитают То Яков Шатадин Прочитает Какая нужна Книга И мы найдем Эту книгу Или Гриша Книга Авраама А какая Была книга Авраама Ну Говорят Что Авраам Написал Сефер Ицера Книгу Промишли Да Вот я Сегодня Как раз Еду А Книга Про которую Все Его звали Его звали Сейчас я скажу Дерберт Коин По-моему Его звали Книга В которой На базе Этого разговора Сейчас я скажу Дерберт Коин По-моему Коин Переговорщик Да Точно Я запомнил Значит Книга называлась Дерберт Коин Переговорщик Сейчас Лединарный Переговорщик Школа Значит Книгу написал Дерберт Коин Его зовут А книга называется Искусство Вести переговоры И заключать Сделки Значит Книга Дерберт Коин Искусство Вести Переговоры И заключать Сделки Значит Дерберт Коин Он Один из самых Великих Переговорщиков Последних 100 лет И он на базе разговора Авраама с Богом и фараона с Мошера Бейну, он на базе этих двух разговоров вывел еврейский метод вести переговоры. Книга, когда-то я ее изучил, мне она очень-очень помогла. Я запомнил из нее очень сильно, один только запомнил совет из нее очень сильно, прям он у меня врезался в память. Он пишет, когда я, говорит, ругаюсь с женой, о чем-то спорю, я, говорит, не ухожу спать в кабинет, а стою спать в спальне. Вот это я запомнил прямо как, он как пример привел отстаивание своей позиции и, ну такая смешной пример, но мне он запомнился, да, что он не уходит спать в кабинет. Он говорит, я раньше уходил, но потом понял, что лучше, если мы ссоримся о чем-то, оставаться спать в спальне, пусть она уходит. Да, хорошо, все, всем удачи, успехов и, да, вот эта книга, правильно. А узнал я про эту книгу, очень интересно, я изучал книгу, которая называлась книга другого тоже еврея, звали его, значит, это книга, CNN, Тинг, Ларри Тинг. Книга Ларри Тинга, как говорится, тем угодно, когда угодно и о чем угодно. И Ларри Тинга в ней упомянул своего одноклассника Дерберда Коина, с которым они учились в школе еще, и он рассказал, как они в школе учились, и там один случай интересно рассказал. И что потом он сказал, Герберт Коин стал переговорщиком в Америке, который от имени правительства США вел переговоры с террористами, который, ну, такой очень переговорщик сильный. И он как раз упомянул об этом Дерберде Коине и об этой книге, я нашел тогда эту книгу, тоже ее изучил. Не-не-не, книгу написал Герберт Коин. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня. Хорошего дня, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok